Встречайте Кавказский конфликт! Первое обновление в формате сезона для танкового акшена Armored Warfare, проект Армата. Вас ждет начало новой цепочки миссий и заданий, связанных общим сюжетом. Новый интерфейс штаба, изменения в игровых системах и, конечно же, новые сражения и танки. Переходите по ссылке в описании и получайте мощный танк Merkava MK2D в подарок. Приветствую, Седовский Фокуси. Знаете, я скучаю по тем временам, когда название Need for Speed вызывало у нас только положительные эмоции. Уличные гонки, офигенный тюнинг, классная музыка, зверская полиция, классный сюжет. Сейчас же, когда мы слышим это название, мы недоумеваем. NFS, а они что, все еще живы? И это действительно печально. Как франшиза, которая когда-то считалась чуть ли не лучшей аркадной гонкой, скатилась почти что на самое дно. Сегодня мы с вами поговорим об этом и постараемся разобраться, как же серия NFS докатилась до такого плачевного состояния. Два уточнения. Я буду говорить только о тех частях, которые выходили на ПК. И второе. Я начну с первого андеграунда. Почему так? Да потому что именно с этой части у игры начался стремительный рост. И такое же стремительное падение. Я буду рассказывать про каждую из частей кратко, без лишних там разжевываний. Главные плюсы и главные минусы. Постепенно вот набирая обороты. Ну вы поняли. Если же вам нужен полный разбор всех игр, начиная с самой-самой первой, то ищите историю от игромании. Ну а мы... Поехали! 2003 год. На экранах вовсю идут первые две части Форсажа, которые очень сильно популяризировали тему уличных гонок. Разукрашенные тачки, неон и все остальное, свойственное данной тематике. Упустить данную возможность нельзя было ну просто никак. Так и появился Need for Speed Underground. И это был просто ошеломительный успех. Несмотря на минусы в лице отсутствия открытого мира, повторяющихся трасс и... Да ёбаный баран, блядь! Хотя не факт, что это минус. Игру полюбило просто огромное количество людей. И она сразу стала культовой. Полноценный сюжет, красивая графика, сложные и драйвовые даже по сегодняшним меркам заезды, приятная аркадная физика, потрясающий саундтрек. И главная отличительная черта, самая богатая система визуального тюнинга, позволяющая из обычной серийной машинки с вашего двора сделать навороченного цветастого монстра. Правда, переусердствовать проще простого, и в итоге получится так называемый колхоз. Все вышеперечисленные преимущества дарили просто непередаваемое ощущение. И казалось бы, что лучше быть просто не может. После успеха андеграунда команда понимала, что чтобы повторить успех первой части, нужно взять все, вот за что ее полюбили, и добавить это во вторую часть. Но сделать это больше, масштабнее, насыщеннее. Так и появился Need for Speed Underground 2, который стал на первый взгляд еще лучше. Визуальный тюнинг разросся просто до каких-то сумасшедших размеров. И больше времени ты тратил не на гонки, а на кастомизацию своего автомобиля. И тюнинг здесь, в отличие от первой части, был вынесен практически на первое место. Ибо именно прокачивая внешний вид своей машины, ты продвигался по сюжету. Открывал новые детали, заключал контракты со спонсорами. Кстати, бренды были настоящие. Фотографировал свою машину на обложке журналов. Ну и, разумеется, гонки, которые все так же были хороши. Хотя и несколько проще, чем в первой части. Так, ну, хвалить довольно скучно, поэтому давайте перейдем сразу к минусам. Одним из главных отличий второй части стало наличие большого открытого мира. Город Бэйвью с небольшой загородной местностью. С одной стороны, это было преимуществом, но с другой, возможность свободно перемещаться по карте породила такую проблему, как трата времени. Если сейчас в играх есть так называемый fast travel, то есть мы можем либо перемещаться сами, либо можем моментально телепортироваться на нужное нам место. В Underground 2 такого не было. Мы не можем моментально скакнуть к гонке или к какому-либо магазину. Только включить GPS, и на том спасибо. И да, если сейчас, ну то есть в последних играх, не только не fast speed, но и вообще, тюнинг мы проводим прямо в гараже, либо заезжаем в какой-то один магазин, то там для каждого элемента был свой отдельный магазин. Ходовая часть отдельно, покраска и винилы отдельно, корпуса отдельно, аксессуары отдельно. И если поначалу кататься по городу от магазина к магазину было интересно, то есть таким образом мы исследовали открытый мир, то к концу игры это конкретно уже так подзадрало. И да, еще один из минусов игры, она слишком, слишком, слишком затянута. Для меня эта игра является очень важной, потому что это первая игра, которая появилась у меня на компьютере. Да, у меня ком появился довольно поздно. И я получал просто вот огромное удовольствие от гонок, от открытого мира, от тюнинга, от музыки, от случайных гонщиков, у которых ты мог выиграть случайную деталь. Это, кстати, было вообще вот крышесносно. То есть как это? Я случайно победил гонщика, и он дал мне деталь, которая больше нигде не дастся мне? Кстати, и так и реально оказалось. Я однажды игру там частично проходил, и мне тогда... Я не получил уникальную деталь у гонщика, и она в карьере не была доступна. Это просто был какой-то вынос мозга, то есть как так? Но ближе к финалу, уже тогда, будучи ребенком, который был готов очень долго хавать одно и то же, я начал довольно сильно уставать, ибо да, игра слишком большая, слишком, и под конец она уже надоедает. Как бы сильно ты не любил какой-либо тортик, под конец ты начнешь им уже давиться. Все, в тебя больше не лезет. Остановитесь! Несмотря на то, что второй андеграунд не как первый, конечно, но все равно был тепло принят прессой и игроками, разработчики понимали, что нужно двигаться дальше, ибо в третий раз схема то же самое, но больше уже не прокатит, и нужно кардинально менять вектор. И это привело к появлению, вероятно, лучшей части в истории серии. До выхода андеграундов была еще одна, также очень любимая игроками часть. Need for Speed Hot Pursuit, основой которой были погони с полицией. И хотя оба андеграунда были тепло приняты, отсутствие в городе стражей порядка расстраивало определенное количество геймеров, и в следующей части разработчики решили сделать упор именно на противостояние гонщиков силами полиции. Need for Speed Most Wanted вышел в 2005 году, и первое, что сразу бросалось в глаза, время суток. Действие игры происходило без преувеличения средь бела дня. И если с точки зрения здравого смысла это неразумно, типа ты что, с ума сошел? То вот геймплейно это было то, что нужно. Ибо когда, если не днем, собирать у себя на хвосте всю полицию города? От дилогии андеграунда игра отличалась не только временем суток, но и тюнингом, который был очень сильно упрощен и играл здесь второстепенную роль. Ну, кроме прокачивания ходовой части, она-то по-прежнему была важна. А, и вот физика машин, хоть и осталась такой же аркадной, но претерпела некоторые изменения. Машины стали заметно тяжелее, но при этом более резвыми, и больше не кувыркались от малейшего столкновения. Обратной стороной всего этого стали так называемые рельсы. То есть машины соперников в гонках было очень сложно столкнуть с трассы, практически нереально. Ну, знаете, лучше уж прочное сцепление с трассы, чем постоянный дрифт, на котором просто вот помешались в последних частях. Видеть его не могу. Заколебали! В общем, если с соперниками бодаться было бесполезно, то вот с полицией все было в полном порядке. О ней мы поговорим чуть-чуть позже, уже скоро. Короче, физику в Most Wanted 2005 года я считаю лучшей аркадной физикой в NFS. Открытый мир тут хоть и остался, но разработчики учли ошибку второй части и добавили, нет, не Fast Travel, а возможность проходить гонки прямо из гаража. Либо из меню, которое можно вызвать в свободном режиме. С одной стороны, хорошо, не надо постоянно мотаться, но с другой стороны, как-то и мир там и особо не исследовали. Типа, ну зачем, если я могу сразу из меню выбрать то, что мне нужно. Однако, чтобы затюнинговать тачку, выбираться на улицу все же надо было. Но теперь все это можно было сделать в одном месте, что также было очень удобно. Но не это главное. Здесь на первом месте были погони с полицией. И это было главным козырем игры. Но что значит было? До сих пор есть. Из-за чего ее и полюбили, и любят до сих пор. Искусственный интеллект, конечно, тут не блещет искрометным умом. Но когда ты начинаешь играть, многое для тебя становится сюрпризом. Копы пытаются тебя прижать к обочине, зажать в коробочку, развернуть. Окей. Они ставят заграждение, на таран несутся внедорожники, а на более высоких уровнях розыска в ход шли полосы с шипами и вертолет, который иногда мог обнаглеть и нормально так вас пнуть. Нормально. В общем, даже сейчас, переигрывая в эту часть, если с первым и вторым уровнем розыска гоняешься играючи, то на третьем уже стоит поднапрячься, ибо машины полиции становятся тяжелее, и растолкать их уже не так-то легко. А на четвертом и пятом уровне, особенно пятом, с полицией вовсе шутки плохи. Не только за полицию эта часть так любима, но и за сюжет. Да, сейчас он покажется банальным, но тогда он работал. Герой теряет свою машину, ему в затылок дышит полиция. Он всеми силами старается стать лучшим и вернуть свой BMW M3, о котором до сих пор мечтают многие поклонники. Если в андеграундах, особенно во втором, сюжет воспринимался так довольно простенько, то здесь, за счет более серьезной подачи съемок с реальными актерами, сюжет также воспринимался более-менее серьезно. Ну и разумеется, в этой игре также были минусы. Многим не понравился упрощенный тюнинг, ибо от того богатства андеграундов осталась только возможность менять корпуса, спойлеры, капоты, диски, воздухозаборники, а от разукрашивания осталась возможность налепить только один слой винила. Как-то небогато, согласны? Однако это компенсировало с возможностью выиграть автомобиль соперника с уникальной раскраской. Больше нервов вызывала не сама гонка, а процесс угадывания. Где же находится заветная машина? Угадали? Мы на коне. Не угадали? Второй минус, схожий, кстати, с предыдущей игрой, это затянутость. И возникала она, вот это вот ощущение затянутости, наверное, из-за того, что мы постепенно теряли привязку к сюжету. Сейчас объясню. В начале игры нас сопровождают сюжетными кат-сценами, которые держат нас в тонусе, но очень скоро они просто-напросто исчезают и возвращаются только в самом финале игры. Все остальное время мы поддерживаем связь с сюжетом, ну то есть с сюжетными персонажами, через коротенькие промо-врагов и через голосовые смс, которые вроде и норм, но вот прям ощущалось, что вот поленились, поленились записать больше кат-сцен. Или у них тупо времени не хватило. Но зато, когда ты пересиливаешь себя и доходишь до финала, то понимаешь, что ожидания того стоили. Тут и напряженная финальная гонка, и сюжетный поворот, и самая сложная погоня за всю игру. Ну и, разумеется, Сержант Кросс, пародирующий Гэри Олдмана. И тут я хотел бы добавить пару слов по поводу русской локализации. Она сосет. И вправду пару слов. Я всегда играл в игры с оригинальной английской озвучкой, потому что в основном это были пиратки, и когда мне попадалась какая-то игра с русской локализацией, вот полностью русской озвучкой, для меня это было как-то, ну, в диковингу, то есть как-то, блин, на уровне кино получается. И вот уже наигравшись в Need for Speed в оригинале, мне захотелось поиграть в русскую озвучку, в русский дубляж. Я купил лицензию, и это... Я понимаю, я прекрасно понимаю, что, скорее всего, у дубляторов игры не было того бюджета, который обычно выделяют на дубляж фильмов. Но это просто какой-то кошмар. Серьезно. Мало того, что голоса звучат плохо и необработано, так еще и ошибки в переводе просто позорные. Ладно, еще простительно, когда переводят иначе, но сохраняют изначальный смысл. В следующий раз нас не отвлекут. В следующий раз он не будет так счастлив. Но когда вот полностью его меняют, я даже не знаю. Вот просто вот сравните. Ну что вам мешало перевести как есть? Тут же не было никаких преград. В длине произношения, в артикуляции. Ну почему? Отправь, пожалуйста, все машины за оставшимся. Вообще все? Ты еди, Найд! Чувак, ты что, соседей не хотел будить? Мог бы хоть чуточку поубедительнее прорать. Твою фальшь слышали абсолютно все. Вообще все? Абсолютно все! Я не понял, откуда столько понта. В общем, если катсцены были переведены и озвучены просто отвратительно, то вот с полицейским радио все было... Диспетчер. Ера 10. Меня только что врезали. Приследую нарушителя. Просто замечательно. Вот никаких претензий. Все озвучено отлично, атмосферно, эмоционально. И все клево. Все клево. На этой относительно позитивной ноте я хотел бы закончить данную часть, ибо в следующей мы уже начнем говорить о том самом периоде, о постепенном падении угасания серии. Если вам это видео понравилось и вы хотите вторую часть, то ставьте лайк, там, пишите в комментариях. Все, бла-бла-бла, ну вы знаете, что делать. И, кстати, я реанимировал свой твиттер. Да, он, оказывается, у меня есть. Поэтому, если вам это интересно, то также можете подписаться. Ну, в общем, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok